Всем привет, уважаемые друзья! Добро пожаловать! Мы с вами продолжаем, а точнее, финале. Сегодня последняя серия. Говорю сегодня, как-то странно, хотя записываю все три серии за один день. Ну, мало ли, может быть, кто-то будет смотреть в другие дни. Надо немножко отойти от ребят. Они гитары орут, тут очень сильно плохо слышно. Насколько я понимаю, это уже будет у нас последняя серия. Давайте смотреть, что у нас там получается. Удалось таки связаться с Сахаровым. Теперь есть большие шансы выбраться из этого проклятого ныне места. Нужно найти тайник ученых, которые бывали здесь ранее. По словам Сахарова, их схрон находится возле бывшей архианомалии Электр под мостом. То есть это то место, где мы с тобой еще не были, да? Пойду-ка я туда. Я выложил в сундуке некоторые вещи. То есть там выложил обрез. Думаю, пока он мне не нужен. Побуду с калашом. С Ксюхой. Патронов, конечно, немного. В принципе, можно пока что дробовик взять. На дробовике тут дедовском у нас вроде бы нормально по патронам все. И ночь. Двигаемся вот в том направлении. Пойду сразу здесь, потому что тут аномалия есть. А я пойду сейчас вот туда. Как раз там и будет тот самый мост. Точнее, тоннель под мостом. Где, я помню, ну во всех частях там очень дикие электро. Посмотрим, что сейчас меня тут будет ждать. Очень атмосферно. Жутко, конечно. Но я получаю прям максимальное удовольствие. Редко меня можно так затянуть в какие-то моды. Полностью все части сталкера я прошел. Не так-то давно, в принципе. Там, в прошлом году, по-моему. До этого не проходил. И мы как раз на прямых эфирах их и прошли. А сейчас... Пробовал тоже разные моды. Мало какие моды мы проходили полностью. Не особо они нас там прям так сильно завлекали. А этот мод, он и небольшой. Так, чтобы не успел вам надоесть. Моим зрителям. И в то же время... Очень атмосферный. Очень симпатичный. Интересный. Если у вас есть возможность смотреть в 4К. Смотрите в 4К. Потому что я и записываю в 4К. Так как у меня 4К-монитор. И записываю в 4К с огромнейшим битрейтом. И монтирую в 4К. И выставляю в 4К. Все в 4К. Чтобы было максимально хорошо. Хотя, честно сказать. Вот я заметил. После монтажа. У меня картинка на компьютере выглядит просто. Я каждый пиксель вижу. Каждую пылинку. Это просто шикарно смотрится. Но YouTube подлюка такая. Он... Его сильно ужимает. Даже учитывая то, что я даю больше 200 тысяч битрейта. Наваливаю столько, чтобы аж прям... Я имею ввиду при записи. И при монтаже. Один файл только видео весит. Больше 100 гигов у меня. Вот. И по идее должно быть все красиво, хорошо. Но, к сожалению, YouTube и даже такого масштаба видео идти ужимает до такой степени, что оно получается замыленное. На компьютере смотрю. У меня каждая травинка видна. И идеально прям. А на YouTube потом смотрю. Все равно замыливает. Аж плакать хочется. От того, что стараешься, стараешься для ребят. Что-то он берет и палки в колеса ставит. Ну, как-то так. В общем, я уже здесь. Отошел немножко от мысли... От игры. Прошу прощения. Давайте погружаться дальше. Нету тут пока никаких аномалий. Собаки вроде бы за мной не бегут. Так, это что такое? Там какие-то тела. Надо поглядывать, чтобы сзади никто не подбежал. Опа. Окоченевшее тело. Что происходит? Сталкер! Ты что творишь? Быстро выйди за аномалией! Эээ... В смысле? Подождите. Какой-то артефакт. Иду. Так, наверное, стоит убрать оружие. Не хочет разговаривать. Сталкер! Как ты смог пройти через аномалии, не получив каких-либо увечий? Эээ... Каких еще аномалий с вами все нормально? Сталкер! А с тобой все нормально? Мы тут замеры проводим. А ты тут из ниоткуда появляешься. Замеры чего? Тут... Тут же нет ничего. Сталкер, лучше иди проспись. А пока не мешай нам. Странно это все. А где ваш схрон? Тайничок? Не подскажете? Вы, наверное, где-то тут его и отложили. И вообще, откуда вы тут... Опять. Чертовщина какая-то. Так, он стоял тут. Возможно, он когда был здесь... Что-то прятали. Да. Записи ученых. Кейс. Использованная аптечка. Поиски выхода. Давай-ка посмотрим. Вырезка из дневника ученого. Так, электрошок минус 10, выносливость плюс 73. Мне это нравится, я его положу сюда, пожалуй. Ну, а этот не особо хочу. Так, записка. Личные мысли. Сахаров объяснил, что к чему. Необходимо только найти детали и детектор. Насчет детектора надо поговорить со сталкерами. Да и с апгрейдом, думаю. Мастер сможет помочь. Примерное место поисков аномалий я уже знаю. Надо будет проверить место выпадения тех вояк. Но это уже после получения сварога. Угу. То есть, как сделаем сварог. Отправимся опять же туда, где мы тех вояк нашли. К поезду, к тому локомотиву. Вырезка из дневника ученого. Зона на чудеса богата. Так любят говорить бывалые сталкеры. И они правы. Где вы еще видели места, где перегоревшие лампочки начинают загораться у вас в руках? Даже если вы не наступили на огненные провода. Оголенные, прошу прощения. У меня очень мелкий шрифт. Сапогом, в котором гоплык. В зоне чудовищно много электричества. Поговаривают, что спустя 20 лет после того, как был заглушен последний энергоблок на ЧАЭС, вся электротехника здесь продолжает работать. Та, что еще не рассыпалась в прах и не поржавела насквозь. Заводятся брошенные машины без аккумуляторов, освещение и конвейерные линии в цехах полуразрушенных заводов, защитные контуры, сигнализации и оборудование секретных лабораторий, сошедшие с рельсов и перевернувшиеся электровозы. Даже фонари в мертвом городе, все это давным-давно обесточенное и отрубленное от источников питания, продолжает исправно функционировать. Рассказывают, что в одном из глухих углов милитарей уже 20 лет, наверное, непрерывно газует на месте военный грузовик. Покрышки его давно истерлись в пыль, обода пробили в земле глубокие колеи, из-за чего грузовик врос брюхом в землю. Через кабину проросла молодая березка, однако двигатель исправно работает до сих пор, хотя в бензобаке наверняка уже давно сухо. Это объясняет тем, что ядерная реакция в реакторы Чернобыльской станции по непонятной причине продолжается и до сих пор. И гигантское количество энергии, ранее расползавшиеся по Украине и Белоруссии через провода ЛЭП, теперь остаются в зоне. Наличие энергии в пространстве здесь порой ощущается без всяких приборов. Вдруг встают дыбом волосы на загривке, вдруг ощущаешь болезненный укол под лопаткой, вдруг улавливаешь, как покалывает в кончиках пальцев. Энергия щедро растворена в этом безумном пространстве. Имутирующие твари аккумуляторы этой болезненной странной энергии. Организм опытного сталкера сразу реагирует на их присутствие, словно при приближении к огромной конденсаторной катушке. Впрочем, говорят, что бывает и наоборот. В блуждающих мертвых зонах диаметром от нескольких метров до километра перестает работать любая техника. Вырубается ПДА, останавливаются автомобили. Лишь счетчики Геггера продолжают стрекотать, фиксируя повышенный уровень радиации. У зоны много разных масок. Достижения. Назад во времени. Интересная встреча. Ничего не скажешь. Сколько еще тайн хранит в себе это место? Ну что ж, я думаю... Надо вернуться к ребятам. Безопаснее, наверное, было бы там пройти. Тут собаки. Ну да ладно. Может быть, и в этот раз мне повезет проскочить. У меня и выносливости-то теперь поболее будет. Благодаря как раз этому артефакту. Плюс 73 все-таки. Думаю, если я... Начну убегать, то меня вряд ли догонят. Но как минимум... По выносливости. Тут, по-моему, не было никакой аномалии. Да, и сейчас тоже ее тут нет. Пробегу здесь. И правда. С этим артефактом можно бегать. Довольно долго тут. Тут прям такое умировотворение. Ребята сидят там. Анекдоты рассказывают. Байки всякие. Пойду-ка поговорю я с механиком. Может быть, он сможет собрать. Короче, нашел я рацию. Держи. Но у меня есть к тебе просьба. Отличные новости. Без проблем. Слушаю. Что надобно? Ремонт, небось? Можно и так сказать. Разбираешься в технике? Ну, в броньке, оружии разбираюсь. Как-то... Говори, что конкретно нужно. Есть у меня детали одни. Их нужно заменить в детекторе Велес. Надеюсь, у вас есть такой. Когда соберем детектор с помощью него, можно найти выход из этой аномалии. Ну, если вкратце. Понял. Я сделаю детектор. Наконец-то мы сможем выбраться отсюда. Только у меня к тебе тоже просьба есть еще одна. Что еще? Поработать ищейкой. Нужно проверить старый наш временный лагерь. Я там потерял... Ну, инструменты... Ну, для апгейда. Запинаешься. Темнишь ты что-то. Даже если и так, то почему сам не сходил? Или остальных не попросил? Да мы устали уже. Я лично задолбался каждый божий день топтать одни и те же места. Глаза режет. Ну, да. Ну, в общем, инструменты я потерял. Но прошу, сходи поищи. Ты сразу поймешь, что к чему. Я не забуду твою помощь. Что-то задолбался я за всех тут работать. Ладно, сбегаю. А ты пошумай над детектором. Темные делишки, действительно. Сохранюсь. Ну и пойду. А этот все спит. Этот все спит. Так, а где же у них был-то их... Тот самый лагерь-то? Давай-ка посмотрим. Темная долина. Так, в общем, я включил... Надо было на карту перейти. И, на самом деле, все это оказалось в другом месте. Это вот здесь получается. Вот старый лагерь. А я почему-то посчитал, что это... Ну, в общем, в другом месте. Я пошел не туда в прошлый раз. Поэтому сейчас отправляемся сюда. То есть это за насыпь надо идти. Как раз... Чуть правее свинарников. Хорошо. Не буду я это вырезать. А там посмотрим. Может, и вырежу. Ну, всякое бывает. Ошибочка вышла, так сказать. Поэтому... Пойду-ка я теперь сюда. Где-то там должен быть лагерь. Так, ну я уже подхожу потихонечку. Решил все-таки коллаж взять. Слышу, тут зомби много. Наверное, лучше был бы дробовик. Но как-то очень подозрительно себя ввел этот механик. Мало ли, вдруг обман какой-то. Может быть, меня тут кто-то ждать будет. Поэтому лучше-ка я, наверное... С калашиком в руках. Так будет понадежнее. Господи, напугал... Что это было? Вернуться на АТП. В смысле вернуться на АТП? Ой, ё-моё, это ещё что такое? Ты кто? Ох ты, ёлки-палки. Небольшие неудобства. Но благодарю за сотрудничество. Мастер. А сразу об этом не мог сказать? Салат. Всё. Терпи. Так. Терпи. Терпи. Хмурый. Сокол. Насчёт работы. Подходи, поговорим. Васька-молоток. Видел, как в грузовик сегодня ночью молния ударила? Надо было глянуть, что там случилось толком. Странно. ПДА барахлит, что ли? Какие-то имена странные. Он живой? Он живой? Судя по всему, нет. Вовремя я запрыгнул. Хотя чё-то он с одного выстрела лёг На удивление Вернуться на АТП Чёрт Так, ребятки Он ещё встать может, да? Я, наверное, пойду Мне в темноте как-то прям аж Я как будто бы в ужасы какие-то играю Кошаки ещё эти тут А ну-ка, ребята Давайте-ка это А зайти сюда не как? В аномалию это? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Минус Ну все, одного пришпандорило Эти, ладно, пускай тут ползают Кошаки Через нас и перешли Черт Не вовремя все это Нет, это собака А тут аномалия прямо передо мной Так, собака меня вроде бы Не услышала, не почуяла Она ж не видит Это ж слепой пес Почуяла, да? Ой, там опять сейчас кого-то бахнет Ой-ой-ой Они тоже на нее агрятся, смотри И он, походу, сейчас опять в аномалию зайдет, да? Нет? Да Больно, больно, согласен Ну, зато быстрее бегать стал Так, кошку слышу Ну Ксюшечка все-таки Так, подожди Стоп Черт, я это Заплутал маленько Тут проход будет, да? Да, вот он Тут вроде бы никого не должно быть Хотя Вижу, что зона тут меняется Постоянно Кто-то появляется От тех местах, где Обычно Раньше не появлялся Пойду-ка сейчас У мастера Поспрашаю Че это он? Ничего себе, говорит Неудобство А если бы Это чудище Меня там Слопало бы Ну-ка, иди сюда Товарищ мастер О, проснулся чел Смотри на Мастера нет Так, подожди Змей А где мастер? Ушел по делам По крайней мере Так он мне сказал К слову Это он тебе оставил Что это? Зачем? Какие-то детали Хлам, как по мне Зачем оно вам? Я не знаю Зато я знаю Больше он ничего не сообщил Не мог спросить Куда он направляется? Да нет Разве что сказал Что потерял Какое-то Кое-что И хочет найти Да и доверяю я ему Думаю Он скоро вернется Слышал я уже Такую историю Как знать Как знать Ну до встречи До встречи Так Что у нас тут получается Выбросить не надо Кейс использовать Угу Вскрыл кейс Вот у нас Нерабочий Детектор И вот корпус Велеса Да Инструмент Так Так Собрать Из этих деталей Невозможно собрать предмет Погоди А что тогда? Плата Плата детектора Не хватает Звуковой модуль А это что у нас? Плата детектора Плата Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Собрать Ну, получается всё Модифицированный детектор Каким-либо способом мы его не можем Ни правой кнопкой мыши никак использовать Как говорится, есть и есть Хорошо Поговорить со змеем Подожди, так я же поговорил уже Ещё поговорить надо В общем, собрал я что-то В кейсе были детали для сборки детектора Получилось? Серьёзно? О, да, это отличные новости Осталось только мастера дождаться И можно валить отсюда Не спеши радоваться В общем, я попробую проверить ещё его работоспособность А не слиняешь ли ты часом С этим детектором? Даю слово, что нет А какой мне смысл Вас тут оставлять? Ты бы лучше мастеру такое сказал Что-то у меня плохое предчувствие Думаешь? Не знаю Не уверен, что мастер может свалить отсюда сам Никого не предупредив Как знаешь А я пока проверю Попробую вернуться с хорошими новостями До встречи Туман, смотрю, опять тут полным ходом Разошёлся Проверить предположительное место нахождения трещины Так, ну это надо идти К этому К электровозу или тепловозу Ну, короче, к Поезду Давай поговорим теперь с этим, наконец-то Хмурый Доброе утро Как поспали? Хреново Кошмары мучают Так а что там по работе-то? В общем, хочу тебя попросить сходить со мной на вылазку в одно место Мне нужно забрать кое-что с одного тайника В награду поделюсь содержимым И не спеши перебивать Не думаю, что всё так просто Темнишь А сам не можешь? Сам точно не могу Нужна ещё одна персона Всё-таки в одиночку ходить тут опасно Из-за некоторых мутантов Ну так что? Ну, хорошо Выдвигаемся Экскурсия То есть пойду пока что с ним, да, получается? Ну, давай с ним прогуляюсь Забрать награду Так, а где он? Куда он пошёл-то? Хмурый, ты где? Вижу Ты там это В аномалию-то хоть не влети Бежишь как этот Как оголделый Через эти Кусты Даже не смотришь Не болты не кидаешь Ты их что, носом чуешь, что ли? Ну и туманищи, конечно И тут аномалия Ну чё там? Что происходит? Ё-моё Ого Ну-ка, ну-ка, ребятки Ты куда? Хмурый Там вон кошаки ещё бегают Во всё Так, я убегаю Надо брать дистанцию Как дела, хмурый? Киса-киса нет Фух 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 Напугали-то как, а? Чёрт побери Фух Это что за твари-то ещё были? Без понятия вообще Повадками очень похоже на снорков Только эти сильнее И страшнее выглядят Жуть в общем Хм, непонятно Что там со схроном? И почему своих не попросил помочь с этим? Схрон сейчас достану А своих я решил по мелочам не беспокоить И так все уже уставшие от всего этого Тем более тут в схроне есть кое-что личное А ты человек новый Не заинтересованный В принципе, тебе же и плюс Всё, что... Всё Чё вопросы лишние задавать? К слову, могу дать либо денюжку Либо провиант-медикаменты Что возьмёшь? Эм... Давай провизию лучше Окей, удачи, хмурый Держи, спасибо, сокол, что выручил Я буду обратно А ты уж как знаешь Ну и ладно Ну и ладно А я-ка пока тут осмотрюсь, конечно, ещё Более тут ничего не вижу А где Локомотив-то в той стороне был? Патронов-то мне маловато осталось Наверное, лучше я пока на дробовик перейду Тут патронов у меня хоть отбавляй Проверить место Ну, я так полагаю, мне сюда Да, по насыпи Вот туда как раз мне и надо Прямо в аномалию собрался бежать Нет, так я не пойду Пойду в аккурат Обойду это всё дело Благо сейчас их более видно Кругом эти скелеты сидят Как будто бы времени прошло Очень много Ну, если мы в пространственной аномалии Всё может быть Даже того, чего не может быть Поговорить со змеем Что? Трещина Понятно Так Действительно Та самая трещина Находится на тепловозе Только до неё добраться Ещё надо умудриться Не померёв по дороге Необходимо проинформировать Змея и других Желательно прямо сейчас Завершить все второстепенные Какие второстепенные? Поговорить со змеем Добраться до Сахарова То есть Она где-то вот туда На тепловозе Ну ладно Надо к ребятам тогда сходить Пойду тогда со змеем Пока переговорю Их-то всё равно тут Оставлять нельзя Вот я и на месте уже Чё-то ребята Эй Гитара там играет Все молчат Змей Детектор пищит Аномалию видит Можно уходить Мастер не вернулся Да забей уже Он и не вернётся Короче сокол Поговори с новичками И дуйте к аномалии Я пока хочу проверить Пару мест Так сказать Лично удостовериться О мастере Ну как знаешь Мы и подождать можем К слову Как у вас с антирадами-то? Дело ваше Но засиживаться тут не стоит Антирады? Да есть немного Четыре штуки А что? Есть трудности небольшие Они пригодятся вам Ладно Если идёшь искать мастера Глупо получается Ведь он сам за себя Постоять может Не маленький И я всё ещё Настаиваю На своём мнении Так что Что-то не так С этим человеком Может ты и прав Но я тоже настаиваю На своём Я поищу его Ибо друг друга Выручать надо Ладно Просто пожелаю Тебе удачи Если ты Если что Мы никуда не уйдём Вас подождём Я устал И немного хочу отдохнуть А аномалия никуда не денется Она активируется Только с помощью детектора До встречи Хорошо Пойду Я наверное Сохранюсь И пойду Поговорю как раз С ребятами Только подожди Они новички? Разве это новички? Типа диггеры Наверное Только недавно Пришли Или что? Ладно Пойдём поговорим О ребят Тут вообще красота Ну что народ Отсюда можно уйти Через аномалию Здорово Вы уже собираетесь? Нет Змеи хмурые Прогуляться решили А я отдохнуть хочу А что? Да просто спросил Если ты пока не идёшь То мы тебя подождём Тут ещё посидим Вам тут мёдом намазаны что ли? Хотя правильно Лучше здесь Здесь сидите Кто знает Куда вас занесёт Отдыхай сокол Вздремнуть Отдохнуть Вздремнуть Отдохнуть А где я могу Это сделать? Там вроде бы Как наверху У меня не особо И получалось Вздремнуть Отдохнуть Посмотрим А кстати Этот же Хмурый Проснулся Ушёл Может быть Теперь Теперь я смогу там Покемарить Чё это? Так Так Система Получен сигнал слушайте я не знаю мне кажется или музыка которая сейчас играет в радио это из резидент evil 7 biohazard дико напоминает ну да ладно так подождать змея подожди какой подождать тут какой-то сигнал сос был пропажа странно себя мастер повел не думаю что он вернется скорее всего склепал себе детектор и уже борозит просторы зоны тогда зачем оставлял мне еще одни детали не ясно будущем при виде этого сталкера надо быть настороже карта старый лагерь сигнал сос кстати там где как раз еще не был и много раз про это говорил это у нас собственно есть этот свинарники да пом так и называется в общем свинарники до туман опять этот дурацкий все куда-то пропали сос ребята такой сидят нормально все не понял пацаны мы же договорились тут сидеть вот черт ладно пошел тогда я к свинарникам не нравится мне все это ох как не нравится сигнал сос шел вот с этого свинарника опять скелеты когда проходит такое сохранение что-то начинается нехорошее надо быть начеку два скелета ничего не сказано о черт бежим надо куда-то прятаться давай на машину на машину надеюсь они сюда не залезут залезут чёрт надо уходить о чёрт не нравится мне все это ох не нравится опять на машину попробовать забраться не получается у вернулся хорошо вернулся уходим дистанцию он не умирающий он не умирающий просто не хочет это делать что-то 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 Следующий Я думаю, мне 15 патронов на тебя хватит Иди сюда, маленький Иди сюда, говорю О, какой хитрый, ты посмотри Он решил спрятаться Затаиться Нравится? Фух Дробовик против них Такой себе, конечно Ну, как минимум, дробь Так, а что ж это были за Скелеты, я так и не понял Че? Опять? Совершенно непонятно, что это за скелеты Выйти из кордона То есть ты хочешь сказать, что это был змей И хмурый? Какого хрена? Ну, это ж они, получается, сос послали Так Вернуться на АТП и предупредить, ребят, что тут небезопасно Но там нет никого Черт побери, как мне все это не нравится Вот так Это совсем другой сталкер Это прям вот ощущение, правда Что ты играешь в какой-то Silent Hill Какой-то мистический триллера ужас Что за звук? Сохранение есть Хорошо Не пойму, какие-то звуки подозрительные тут Это зелок заводится, что ли? О, блин Да ладно Мастер Сокол, нам нужно встретиться Ночью после полуночи под мостом Который по дороге в деревню Спрячься на чердаке, пока что там есть спаль... Спальник Это пацаны, это диггер или... Значит... Значит там все-таки змей... Был... На ферме О, блин опа хочу я тут-то проснулся скелет они все скелеты так 7 патронов ты куда пошел причем настолько умный получается да а до беги засранец какое надо принимать пошел-ка я отсюда под мостом на горишь будешь сидеть ух ну и чертовщина тут творится конечно так это что ж получается по итогу он единственный кто остался живой или у его также кидает из аномалии в аномалию либо точнее с времени во время да кто-то есть тут ну судя по всему это он мастер я знаю что у тебя много вопросов задавай самые основные времени у нас мало ну так что за чертовщина тут происходит очевидный вопрос короче сокол зона выдала нам такой сюрприз такой сюрприз что я до сих пор не могу понять как такое вообще может быть но саму суть я уловил ты давай без лишних размышлений ты и так пока что главный подозреваемый ты еще не понял что ли ну сокол мы застряли во временной аномалии чего да да все правильно ты попал во временную аномалию и в некотором роде пространственную я сам не знаю как это объяснить но точно узнал когда человек попадает в эту аномалию события здесь начинают воспроизводиться вновь а конкретно это когда наша группа попала сюда впервые и пыталась выбраться что за научный фантастический бред буквально недавно я видел каждого из вас живым но вот как будто сто лет прошло одни скелеты но ты то живой какого черта я сам не могу понять в общем слушай с самого начала когда мы попали сюда нас было трое я змей и хмурый несколько недель мы блуждали по кордону в поисках еды питья и выхода так продолжалось пока хмурый и змей не ушли с базы пока я отдыхал словил словил сигнал сос пришел на место и вижу их трупы сказать что я был немного в шоке ничего не сказать начал убегать оттуда и я как будто бы уснул и сразу же проснулся в тот момент когда мы сидели спокойно на базе все живы и здоровы я еще подумал что это сон но оказалось аномалия вновь воспроизвела все события потому что через некоторое время к нам завалился еще один сталкер ясен пень сначала я этому внимание особо не предал еще одна заблудшая душа но события это почти не отличались от тех что я пережил ранее и так продолжалось пока все все снова не умерли так было один два три раза я бывало уже подумал что схожу с ума но держался потом события вновь проигрывались заново и появляешься тут ты тут ты и сыграл очень важную роль так а в чем это я провинился ты не провинился ты здорово помог видишь ли каждый из сталкеров ничем особо не отличался и никак не мог повлиять на события но тебе удалось как то перевернуть все с ног на голову во первых ты нашел рацию оттуда я вытащил несколько деталей и спаял модуль для детектора затем мне пришлось немного обмануть тебя чтобы окончательно перепутать все события хоть это и не помогло змею и хмурому но от того что ты еще остался жив в этой аномалии меня не кинуло в стазис если это можно так назвать как ты это вообще понял какой это вообще имеет смысл у меня было много времени на размышления знаешь ли если ты знал про временную аномалию почему сам не выбрался я же говорил что это аномалия по сути и пространственная я бы отсюда так просто не ушел но ты ведь собрал детектор да но подожди ты часом не знаешь откуда взялись эти странные мутанты к сожалению это без понятия у меня есть только догадки что это погибшие тут сталкеры после третьего выброса но это только догадки надеюсь больше вопросов нет отлично тогда хватит терять время нам нужно выбраться отсюда пока аномалия не может перезагрузить все события возможно у нас мало времени так что нужно поспешить ладно пойдем да чёрт побери вот это чёрт побери действительно да ну поехали ты же не будешь сейчас на них агриться нам просто выбраться надо отсюда брат я так понимаю сталкер пишет змей ты теперь в ловушке подходи ктп нечего одному тут ходить это уже было она начинает повторяться пошли оттуда быстрее нам уходить надо нечего задерживаться они встают ты где аномалия повторяется походу быстрее чёрт дери она опять всё воспроизводит все события просто выкинь из головы все забудь сейчас что Чёрт побери Да ёлки-палки, ещё кошаки здесь Аномалия на этот раз сыграла нам на руку Сам-то не влети, куда ты пошёл? Обходи, обходи её Ужас, чуть не залетел Вот это был бы сейчас казус Жалко ребят, конечно Я уж к ним привыкать стал Собака там ещё Слева до сих пор гуляет Мы уже почти пришли Сокол, ты первый иди Сокол Эй, ты уснул что ли? Какого? Что? Да в смысле? Ничего не понятно Буквально секунду назад всех видел А тут на, скелеты Как будто сто лет прошло Мистика не иначе Однако мастер жив Ага, уже не жив Уже непонятно опять, что происходит ПДА мастера 27 июня 2014 года Хотя сейчас 2017 уже Пришли с мужиками на кордон Дабы отдохнуть Засели на АТП Пустынное место Пустынное теперь это место Когда после 2013 Все ушли вглубь зоны Даже Сидорович ушёл А жаль 28 июня Уходим с насиженного места Пора идти на Агропром За следующей целью Странно Нас как будто что-то не пускает на переходе Решили обойти через валку Все очень и очень странно На КПП тоже нас отбрасывает назад 29 июня Мы в полной заднице Походу это пузырь Мы знаем, что делать 31 июня Решили не отчаиваться Пытаемся найти тайную тропинку Пока что тщетно 1 июля Пути всё ещё не нашли Зато охота на кабана была удачной 4 июля Пришёл какой-то сталкер Обосновали ему ситуацию Он тоже был не очень рад Говорит, что нужно ему на янтарь попасть Посочувствовали Сталкер тот, сложа руки, не сидит Как будто с шилом Или моторчиком Пытается найти выход отсюда Посочувствовали Нашли мёртвого того же мужика Опять же посочувствовали 12 июля Опять пришёл какой-то мужик Обрисовали ему ситуацию Но тот только посмеялся Странный Ушёл в сторону деревни 14 июля Тот сталкер не вернулся Ну умер и умер Чё говорить-то 28 июля Им что тут? Мёдом намазано Уже сталкеров 6 сюда в целом пришло И никого не нашли живым И что же это им тут надобно всем? Чёрт Ещё и смс послать вообще не можем Никакой связи 31 июля Ловлю себя на мысли Что с шифером Сверху шурша Крыша едет не спеша Ещё бы Пузырели там и не свихнуться Перестал вести дневник Не знаю Какое число уже Снег идёт Красиво От вездесущей депрессии Уже хочется повеситься Долго мы держимся Хмурый со змеем Ушли куда-то Странно Наверное на охоту Да откуда же лезут эти все мутанты? Нашёл друзей Мёртвыми Нет Я так больше не могу Охренеть Я ничего не понимаю А как мне выбраться-то? Братан Высокочастотная рация Настроена на специальный канал Используется военным Для переговора Во время Битвы Алло Сокол Как хорошо, что вы живы Слушайте немедленно Покидайте кордон Это важно Мы поступили На поступление сегодня Что кордон Было направлено Психотропное Кордон Кордон Некогда безопасное место На юге зоны Ныне является одним Из наиболее опасных мест После третьего выброса Всю территорию кордона Накрыло пространственной аномалией Именно это место Стало могилой Для многих сталкеров Так как выхода С кордона Просто не было Абсолютно для всех Стало неприятной Неожиданностью Что аномалия Могла воспроизводить Многие ранее Пройденные этапы Жизни этого места Вновь и вновь Таким образом Многие сталкеры Просто сходили с ума И завершали свою жизнь Дабы не проходить Это все по новой Любой сталкер Зашедший в кордон На кордон Больше не возвращался оттуда Он просто сходил с ума Проходя один момент Своей жизни вновь и вновь Таким образом И погибло множество сталкеров Оставшись с одним Лишь единственным вариантом Развития событий Смерть Игра окончена Выйдите в главное меню Это все? Да, ребята Это все Вот такая вот Неожиданная, конечно Концовка Я, если честно Ожидал немножко Другой развязки Но получилось именно То, что получилось Лично мое мнение Оно не поменялось Мод очень дико атмосферный Насколько он хорош Решать вам У каждого вкусы свои Кому-то Пив-пив-пив Па-па-па-па-давай А кому-то Можно получить удовольствие Как раз вот именно От Именно Ощущение Зоны отчуждения Настоящего отчуждения Что действительно Вот Что мне показалось Как тут Как чуть ли не Silent Hill Какой-то Очень Хардкорно В плане На мозг давит Ну, в общем Мне лично Очень-очень понравилось Молодцы, ребята И еще плюс К тому, что Мод Не длинный Длинные моды Они хороши Когда ты играешь Просто сам для себя Любимого Но мне Как для канала Не длинный мод Он хорош Потому что Вы не успеваете Он вам не успевает Надоесть Как такое бывает С более длинными модами Вот А для меня Это очень хорошо Вот Это как фильм посмотреть Трехсерийный Такой фильмец получился Спасибо всем за просмотр Надеюсь, вам понравилось Ну, как минимум Видео Понравился мод или нет Это уже не мне Можете писать Это можете писать Разработчикам А вот само видео Если вам понравилось То буду благодарен Вашему лайку Поддержке Комментарию И так далее Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok